Она звалась Татьяной, но лирическим романом предпочитала конный спорт. Татьяна Журавлёва со школьных лет мечтала стать архитектором. Сейчас учится в аспирантуре, мечтает усовершенствовать конный клуб в Красном Яру. О чем рассказала губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и главе Самары Елене Лапушкиной. Административный комплекс, крытый манеж и гостиница. Потому что в настоящее время конно-спортивный комплекс это не только чисто спортивный объект, но и туристический. То есть сюда могут приехать просто люди, покататься, отдохнуть с детьми, погулять по зоне благоустройства. Дмитрий Азаров поддержал идею начинающего специалиста. Отметил важность конного спорта и развитие ипотерапии в регионе как одну из составляющих реализации нацпроекта здравоохранения. Если мы сделаем еще его многофункциональным, концертным, образовательным, давайте об этом подумаем. Был бы очень важен. Конный спорт, он еще и для оздоровительных целей используется, ипотерапии, лечения. Давайте вот это все продумаем. Губернаторы и мэр города ознакомились со студенческими инициативами, касающимися преображения городских дворов и дворцов культуры. Затронули и вопрос о раздельном в сборе мусора. Обсудили и приведение дизайна мемориалов, установленных на въездах в город, в единый стиль. Идею активно поддержала глава города Елена Лапушкина. Разного размера, они разные по материалу, но там общая эстетика, конечно, сохраняется. Пришло время поменять, согласна. Студенцы заинтересовались судьбой парка 60-летия октября, который городским и областным властям удалось сохранить. Губернатор Дмитрий Азаров призвал студентов и дальше активно участвовать в жизни города, делиться своим видением преображений городских пространств. Правительство региона открыто для предложений и диалога. Мария Левина, Константин Головин, События. Продолжение следует...